Приветствую вас в этом влоге и я расскажу, как мы конвертировали наши водительские права в тайские, причем и на машину и на мотобайк. Нам нужно было дособрать определенные документы, исходя из того граждан, какой мы страны, поэтому нужно было поехать в Бангкок, в посольство, чтобы получить эти бумаги. Автобусы отправляются из Паттайя в Бангкок с северного терминала. Здесь указан адрес, лучше приехать за билетами и купить их заранее, но если вы хотите отправляться в удобное время, например 6 утра, то тогда вам нужно, их нельзя купить заранее и нужно будет проезжать за полчаса до отправления автобуса, чтобы, как бы сказать, поймать свободные билеты. Но если вы согласны прайсу ночью, так как это делали мы в 4 часа 30 ночи, то тогда билеты можно купить заранее, так как это сделали мы, и приезжаете вы в достаточно удобное время, рано утром в Бангкок, так что можете прийти к открытию как раз вашего посольства. Когда мы приехали в Бангкок, непосредственно, там несколько автовокзалов, мы приехали на Икамай, автовокзал, который был нам удобен по расположению нашего посольства. В самом Бангкоке мы пользовались услугами такси, как заказывая их по приложению, так, собственно, и те, которые останавливаются на дороге по цене, выходило практически одно и то же. С учетом пробок может быть удобно либо то, либо другое. Получив необходимые нам документы, мы обратно поехали из Бангкока в Паттайя, с того же самого автовокзала Экамайя. Напоминаю, что их в Бангкоке несколько, выбирайте тот, который удобнее вам. И здесь уже обратно, из Бангкока в Паттайя, автобусы ходят очень часто, можно сказать, практически каждый час. Автобусы удобные, как вы видите, достаточно чистые, кондиционер хорошо работает, вай-фая, правда, там нету. Расстояние для ног между сиденьями достаточно, можно поставить сумку, вытянуть ноги, то есть все достаточно комфортно. Когда мы приехали обратно в Паттайя, соответственно, мы были голодные. И вот рядом непосредственно с этим северным автовокзалом есть это заведение. Оно оказалось очень приятным, готовит вкусно, приносит быстро. Северный автовокзалом есть это заведение. Следующим этапом в оформлении прав было поехать в Транспортное министерство Паттайя. Но он находится не в самой Паттайи, а как бы на окраине, поэтому пришлось пользоваться такси, где-то ушло 200 бат. Приезжать лучше заранее, часом к 7 утра и даже раньше, чтобы занять очередь. Для иностранцев очередь отдельная. Мы были четвертые и были последние в этот день, кого приняли. И в итоге нам все равно назначили следующий прием на более чем через месяц. Нас это не устраивало, поэтому мы нашли, собственно говоря, другой способ у одного из блогеров. Он сказал, что можно поехать в ближайшую провинцию от Паттайя и там получить права в тот же день очень быстро, буквально от 30 минут до часа с половиной. Что мы, собственно говоря, сделали? Здесь я покажу фото, которые я поснимала в этом отделении Транспорт. Может, они кому-то в чем-то помогут, информативные. Мы же, собственно говоря, отправились по наводке того блогера в ближайшую провинцию Районг, где он, собственно говоря, и получил очень быстро права. И мы тоже буквально за 30 минут здесь об этом. Районг – это то, как нужно будет напечатать, если будете на английском языке или же на русском языке печатать. Я, в принципе, в этом видео, в описании под видео оставлю все, можно сказать, явки, пароли. То есть место на вот эту локацию отправления автобуса, альтернативное место локации отправления автобуса, как есть еще одна точка. Но вот мы сегодня отсюда отправляемся. Это на дороге, близко с дорогой Сукхумпит, но немного как бы в сторону от нее. То есть локацию конкретно я оставлю. И вот эти вот мини-автобусы, у них есть свое время отправления. Я прикреплю фото, собственно говоря, во сколько они отходят. И вот на нем мы сегодня в 10 часов поедем. Купили билеты на двоих за 240 бат в одну сторону. И вот он, значит, едет. Но он едет не терминал первый или второй, как есть в этом районе, который на самом деле произносится Ла Йонг. А, собственно говоря, он останавливается прямо в центре города Ла Йонг. Здесь на фото вы можете видеть место отправления этого автобуса, а также другие данные, вроде телефона и место времени отправления автобуса. До Ла Йонга мы добрались за час очень быстро. Высаживаю прямо в центре, напротив центрального шоппинг-мола, от которого, если взять такси, буквально где-то будет около 12-15 минут, чтобы доехать до вот этого транспортного отделения, куда тоже лучше приезжать заранее в 7 часов утра, чтобы занять очередь. И действительно в тот же день получить, собственно говоря, права. Учтите, что если у вас нет своей машины, чтобы добраться от Паттайя до Ра Йонга, вам может придется переночевать в Ра Йонге. Но это не беда, так как он знаменит своими пляжами, и вы можете там остановиться в одном из отелей на берегу, собственно говоря, моря. Но они будут, соответственно, недешевые, где-то вот начинаться, наверное, от 700 бат за ночь. Но можно найти дешевле, дороже, по вашему усмотрению. Я же надеюсь, что эта информация вам была интересной. Собственно говоря, я все повторю в описании под видео и сделаю подробный пост на Яндекс.Дзене, точнее статью об этом напишу. До новых встреч и благодарю за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok